здравствуйте дорогие друзья мы с вами снова фотостудии займемся наконец тем чем и нашей жизни занимаемся фотографии стимпанк оставим пока в покое но тем не менее мы вчера сделали с вами вот такой красивый брелочек и теперь должны его сфотографировать красиво сфотографировать потому что это влияет на количество продаж вы знаете что я продаю свои изделия я это не скрываю поэтому тут наши интересы совпадают я хотел бы и красиво снять и заодно вам показать но прежде чем я начну мне бы хотелось кое-что сказать я большая просьба к вам ребята первое не задавать вопросов каких-то технических не относящиеся к сути допустим того или другого плейлиста примеру стимпанка стимпанке задавать вопросы почему у вас не работает какая-то вспышка или не так работает ну во первых это совершенно не относится для этого есть группа сходите туда задайте вопрос там или есть форумы различные так далее то есть я такие комментарии просто буду удалять извините второе пожалуйста то же самое не пишите мне на частный мэл вопросы подобного характера понимаете первое наперво мне не интересует техническая сторона тот кто с нами давно уже мы почти год с вами занимаемся до скоро будет в июле будет код знает что я больше посвящаю свои работы свету композиции меня сторона это интересует а то что происходит в моей камере то что происходит в моих светильниках разница между джоулями и так далее то есть вы знаете я во первых я не могу разбираться во всем да это понятно потому что существует тысячи камер существуют тысячи ламп и так далее это раз во вторых я я не могу вас консультировать потому что нас сегодня уже порядка две тысячи шестьсот человек и если мне поступает в такое предложение или пожелание стать личным консультантом то вы понимаете что вам тогда придется доказать мне чем вы лучше всех остальных 2600 понимаете то есть в таком случае я наверное задумываюсь что это особый случай и тут надо каким-то образом менять свое представление и свои установки но я думаю что это будет сложно сделать доказать что мне нужнее чем остальным двух с половином тысячи но если вы сможете попробуйте а так вы мне извините вот ну правда с этого дня я просто не буду отвечать на такие вопросы если они не отвечают моим интересам если они не касаются тем которые затрагивают допустим многих то тут уж извините я принимаю такое решение потому что вы понимаете кроме того что у меня может просто отсутствовать знание подобное и и потом читать вот такие имейлы вникать разбираться в сути их это тем самым отнимать время не только у меня но и отнимать время у нас всех остальных потому что вы же понимаете что мне нужно время а времени не так много у меня поэтому войдите в меня пола мое положение не обижайтесь но вот с этого дня будет такое правило что технические вопросы если они у вас возникают то в группу или в другие форумы и мне писать только тогда когда в этом есть ну уж такая необходимость что кроме меня в мире наверное никто не сможет вам помочь и так вот такое вступление я посчитал что оно необходимо а теперь мы начнем с того что сегодня я возможно не покажу вам особо что то новое но для тех кто пропускал занятия или для тех кто с нами впервые я покажу я сегодня хочу снять черное на черном у меня такое желание потому что я искал что-то типа асфальта и так далее хотел притащить кусок а потом подумал нет надо найти фактуру которая более-менее похожа и я ее нашел вот в виде этой сидушки от табаретки табаретки для бара вот барная такая табареточка вот саму ее я использовал для своих целей поворотных столиков а крышка осталась и вот я взглянул на нее и она мне показалась чем-то похожим такая фактура интересная я положил на нее свой браслетик и сфотографирую вот что получилось если нравится оставайтесь сейчас с нами и я покажу на практике потому что у нас сегодня практика я покажу на практике как я это снимал окей давайте начнем начнем пожалуй как учил меня один старый фотограф старый потому что я тогда был молодой он не был не старше меня теперешнего но он говорил о том что прежде чем нажать на кнопку думай тогда при аналоговой фотографии это вообще было актуально потому что любой щелчок стоил денег теперь не столько но тем не менее чтобы добиться того результата которого нам хочется быстро нам действительно надо сначала подумать итак мы начинаем думать мы видим перед собой наш брелок он черный есть хромированные детали и снимать мы будем на черном то есть две проблемки сразу же то есть черное на черном это смерть начинающих фотографов они или пересечивают все или загоняя все в темноту так что не разберешь что мы там сняли черное окошко в черной комнате очень трудно искать и второе вот эта хромировка но тот кто с нами был уже с самого начала он уже может вспомнить что для того чтобы снять черное на черном надо сделать так чтобы все грани предмета были освещены каким образом тут уже действительно нужно подумать но это основное правило то есть предмет на черном да и на без на белом там автоматом будет естественно но на черном обязательно все грани должны быть видны и мы это сделаем с хромом вы тоже знаете что все что мы хрому показали перед ним поставят тот здесь и будет вот я встану перед ним я там сфотографирую с автопортрет можно выставить вот но наша задача сегодня не автопортрета да поэтому мы сейчас положим так как нам его нужно вот так и возьмем первую наш источник света первую стульшку она будет у нас служить во первых основным светом а во вторых этот софтбокс мы нашему колечку то и покажем просто напросто давайте посмотрим что у нас получится включим ее вы знаете что я всегда говорю о том что начинайте всегда с одной вспышки то есть вот у меня сейчас сейчас стоит одна вспышка это хорошо потому что можно запутаться что на что влияет а так постепенно выставляя сет вы будете четко себе представлять каким образом повлиял тот или иной источник света вот сейчас он у нас один мы его назовем главным там у меня 300 ватт я взял половину мощности установки в камере как всегда здесь одна 125 потому что это canon сейчас у меня стоит с объективом макро на 100 любимый мой и 14 стоит у меня диафрагма и 100 стоит изол вот все практически ну давайте сделаем первый снимок вот что мы получили ну казалось бы ну темно нет ребят дело в том что я планирую порядка как минимум три вспышки использовать и вот здесь мне было важно вы обратите внимание колечко у нас абсолютно хорошенькое светлое с какими-то черненькими такими обводами это хорошо это показывает хром мы сразу понимаем что это у нас хромированное колечко замечательно теперь встает вопрос о том что сделать как сделать так чтобы высветить наш предмет и в то же время не засветить всю площадь я бы не хотел этого у меня знаете такое ощущение что не ощущение а такое желание сделать что как бы лежал вот я с самого начала говорил что как бы лежал на асфальте на какой-то поверхности света было немного может быть это вечером потеряли или что а может вообще улика лежала с пистолетом вот поэтому я сейчас возьму тоже один из моих любимчиков это тубус и настрою его на наш предмет ну как бы тубус вы знаете он собирает свет он дает такое пятно но проблема в том что он очень жесткий в этом случае да мне нужно пятнышко но если я начну сейчас пыхать то вы знаете что получится тут металлические предметы отражение будут ужасные поэтому те кто с нами был давно уже знает решение правильно я перед этим самым вспышкой перед вспышкой поставлю сейчас полупрозрачную панельку я надеюсь что это да это видно это хорошо видно что вот здесь мы с вами сможем варьировать то есть то есть величину пятнышко где оно находится и так далее ну я примерно уже знаю где оно должно находиться я испробовал естественно да перед тем как вам показывать то я поставлю его вот так давайте сделаем второй снимок вот смотрите что получилось получилось именно то что я хотел я хотел мой первый свет дал на коже красивый блик он дал освещение кольцу а тубус вторая вспышка она помогла мне сейчас осветить именно кусочек то есть вы видите края затемненные остались и это не фотошоп что хорошо да что характерно потому что чем меньше фотошопа тем быстрее тем качественнее мы работаем ну качественнее не знаю фотошоп нужно качественнее сделать но во всяком случае работаем быстрее с таким же качеством но осталась еще одна маленькая проблемка посмотрите вот на это место оно темное да если мы сейчас с вами попробуем допустим вот у меня здесь есть я сейчас покажу его сначала вот еще один тубус это уже самодельная насадка вот здесь то есть как можно меньше что я хочу сделать я поставлю вот сюда для того чтобы вы увидели я уберу сначала видите где он находится для чего а взяв вот такую бумагу она такая интересная серебристая в то же время ее можно это картон ее можно так хорошо сгибать в различных формах и я поставлю теперь с этого края который у нас как бы ушел в темноту тут надо обязательно помнить о том что если мы чересчур сюда забьем много света то изменится рисунок всего изменится настроение то есть он осветит не только краешек но и осветит еще эту часть а это бы не хотелось поэтому тут юстирование двигания различные положения испробовать это уже как говорится необходимо ну я тоже знаю в каком месте светить вот сейчас то есть я стараюсь так чтобы осветить все таки край но оставить рисунок а теперь я его закрою поставлю опять на место и сделаю третий я надеюсь заключительный снимок ну вуаля то есть это то что с самого начала я говорил о том чем я говорил что во первых мы показали всю форму предмета вы видите вся форма видна мы правильно поступили с хромовыми колечками то есть у нас там нет никаких паразитных отражений она выглядит чистое никакой грязи наш лого если можно так назвать значок да он за счет полужесткого света его грани довольно таки хорошо высветились или ушли в темноту скажем нужные тени очень хороший рисунок получился ну и единственное что мы видим что по резкости как бы естественно на таком расстоянии резкости мы не добьемся по всему предмету поэтому я сейчас просто сделаю стекинг я даже не буду показывать и в конце я приду к тому результату который я вам показал вот этот здесь практически я почти не использовал фотошоп кроме как собрал все шесть слоев в один и немножко добавил контраст и резкости заняло одну минуту я даже не хочу это демонстрировать потому что это лишняя трата времени тоже давайте мы еще раз пройдем для верности что мы сделали мы включили только один софтбокс стрип в этом случае у меня был и получили вот такую картинку добились тем чтобы у нас получился хороший блик на коже сразу кожа заиграла и мы как бы немножечко осветили кольцо мы осветили карабинчик осветили то есть вспышка сделала свое дело теперь нам нужно было чтобы был бы как бы луч света да мы не стали это делать с помощью открытого света то есть жесткого мы загородили его полупрозрачным пластиком и вот оттуда уже и пыхнули и получили вот такую картинку то есть мы получили настроение мы получили во всяком случае я к этому стремился что где-то лежит на поверхности так освещается слабым светом все хорошо но вот эта грань она упала в тень и если мы бы попробовали взять еще один софтбокс и осветить ее ну мы бы убили все настроение в картинке да то есть мы бы осветили естественно я вам скажу больше что следующим этапом я буду снимать это все на белом там вообще никаких проблем ну там это позволительно да но здесь нет и поэтому еще раз я взял маленький отражатель сделал из серебристой бумаги картона поставил его напротив но поставил так чтобы тубус который самодельный который совсем маленькое отверстие да мне то и нужно всего лишь эту грань осветить и тогда подключив уже третью вспышку мы получили вот эту картинку да то есть вот почему я вам и говорю что порой необходимо для освещения только одной грани нужен еще один источник света на этом наше занятие подошло практически концу я надеюсь что оно было не менее интересным чем предыдущие хотя ничего поразительного не было но все-таки некоторые нюансы я думаю вы смогли для себя ухватить обещанный урок по часам немножко у нас задерживается не по моей вине идет посылочка идет посылочка должна скоро на неделе прийти тогда мы с вами урок по часикам проведем причем с новым девайсом я вам обещаю очередной девайс который поможет снимать тоже часы быстро и качественно ну как всегда и теперь мне хотелось бы еще напомнить что у нас заканчивается домашнее задание 3 которое про очки поэтому в ближайшее время пожалуйста кто не успел выставляйте свои работы я своевременно приду и прокомментирую ну критики как всегда не ждите будет так разговор скажем так о том что мы там понаделали ну а на этом фирма петерсун и я Эдуард Петер прощаемся с вами всего вам доброго пока 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 до новых встреч до новых встреч и